Я прилег в тени, за меня молотит рис, горный ручеек. Мастер пьет сакэ, смерть ученикам придет не сразу. Приветствую вас, трицепсы куропатки! С вами Федорович. А чтобы смотреть это видео, вам нужно достать из-под подушки свои лучшие одеяния ниндзи, каратюги и старорудского мастера. Ибо по-другому вас может просто разорвать даже через экран монитора. Из этого видео вы узнаете много умений, но самое главное, как уворачиваться от пуль. Но прежде чем к этому научиться, мы начнем с АЗО. Чем выше поставленная вами цель, тем удобнее смотреть на нее лежа на диване. А мастер на всех смотрит свысока, всегда. Особенно если это какой-то дедушка-олигарх, который должен скоро отправиться в лучший мир. И теперь собрал всех родственников, чтобы на старости лет показать, кто тут мастер. А тот, кто лучше всех будет падать от дедушки, получит самый жирный кусок наследства. Главное в процессе падения не выключить мастера пяткой, а то уже были прецеденты. Леса без дятлов не бывает, как и мастера без учеников. Но бывают мастера, которые хотят этих учеников постоянно отправить на тот свет. В армию берут здоровых, а спрашивают как с умных. А мастера берут в ученики дрыщей, а хотят, чтобы они выдерживали их небесный энергетический удар. А если вы вдруг не поняли, почему мужики в кимоно из байковых одеял впятером начали спасать своего несчастного коллегу, объясню. Дело в том, что мастер с Будуна не попал рукой по ученику. А ведь мы все знаем, что удар, который гоняет ветер, в разы смертельнее обычного попадания в бороду. Вот вы постоянно удивляетесь, откуда берутся эти мастера, в каких горах Тибета они растут. На самом деле они есть везде. В каждой тренажерке, возле каждой пельменной и чебуречной. Все, что нужно, чтобы их увидеть, войти в состояние вселенского баланса и внутренней гармонии с собой. И тогда на вашем пути встретится такой мастер. Каждый уважающий себя подснежник в тренажерном зале должен хоть раз за тренировку подойти к одиноко висящему мешку и в момент, когда грудастая фитоняшка в лосинах и топике качает бицуху однокилограммовой гантелей, рассматривая всех вокруг, сделать свой невероятно сильный удар, который появился после жима штанги лежа, на которой было аж 40 кило. Но если вы думаете, что суперсила приходит только после тренажерки, очень зря. Главные места силы это чебуречные, особенно на вокзалах. Возле них всегда можно встретить мастеров кунг-фу, которые изучали секретные техники убийства в самом страшном и секретном спецназе. Я понимаю ваш восторг, теперь вы точно можете идти в спецназ, в разведку МОСАДА, в морские котики. Но помните одно главное и первое правило любого единоборства. Все эти секретные техники нужны только для убийства собственных учеников. И ни в коем случае их нельзя применять на других людях. Ну а если вам вдруг не посчастливится, и вы все-таки получите по шее на улице, примите это поражение с достоинством, а не так, как этот, корятюга. Продолжение следует... Продолжение следует... Муху ловят на мед, а мастера на учеников. Но если ты легендарная личность, о которой ходят легенды, ни один ученик к тебе не придет. Ибо быстрая смерть никому не нужна. Над мертвым не стоит смеяться, а над живым плакать. Ну а мастеру стоит только поклоняться. Особенно, когда он легендарный человек, не знающий себе равных. Великий Чхарек, первый и единственный в этом мире, кто смог сделать из обычных баночек от йогурта смертельное оружие, которое уничтожило не только десятки гопников, но и развалило десятки стен в его доме. Ладно, знаю, что вам уже не терпится изучать более серьезную технику защиты. Поэтому начнем с очень полезной техники защиты от ножа в кабаке. Добро всегда побеждает зло, а у мастеров кто победил, тот и добрый. Так же, как и в кабаке, для которого эта защита от ножа разработана. А что, сидите вы на стуле за столиком, потягиваете десятый бокал пивасика, а тут к вам бежит беспредельщик с ножом. Но вы, будучи реально крутым мастером, даже не встанете со стула, а спокойно и четко, не выпуская бокальчик пенного из рук, сразу ногами уделаете этого доходягу, который даже не подозревал, на кого нарвался. Ну вот и настал момент истины. Сейчас я вам покажу очень секретные кадры тренировки настоящих мастеров-ниндзей, которые учатся уходить от пуль. Если вы освоите эту технику, будете непобедимы. Субтитры сделал DimaTorzok обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастеру. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Субтитры сделал DimaTorzok